итак дорогие друзья здравствуйте шалом сегодня у нас урок который по мишлей из горской синагоги синагога горских евреев кавказских в амирите в нью-йорке до эвеню в бруклине если будете обязательно заходите очень хорошая синагога и мы 6 августа изучаем глава 6 глава мишлей и есть тут 10 отрывок очень-очень касается в принципе всех людей написано так говорится и сам он матч но матному значит немного поспать немного подремать матки бук я дам ли шкаф и немного просто полежать так крути скрестить да хибук я дам как будто тут лежать в потолок смотреть то что у бак ималах рашеха и придет как путник к бедность твоя у миксер х и шмагэн а потом придет максор это когда не будет вообще не хватать как человек с оружием кишмагэн как вооруженный человек что-то нам дает прям технологию как как люди вообще теряют все в жизни начинается ну вроде спать же неплохо спать хорошо и человек думает ну что если я посплю нормально да ну не пойду на работу ну там или он говорит просто больше посплю чем обычно а я помню у нас там были соседи в иерусалиме семья парсим и евреи из персии и она у него была у этой женщины на те и технике мишпаха на те фамилия но нас это такая чистая переводится да какое время фамилии говорящие такие да все и значит у нее 9 детей она вообще не спала на все время она вот просто не спала вообще мажина спрашивает говорит цепи и зовут цепи когда цепора да когда говорит ты спишь она говорит я буду спать в могиле когда я уже умру тогда я там буду лежать отдыхать долго там уже не встанешь а пока я здесь нахожусь так как я спать чем меньше тем лучше теперь она здесь нам царь соломон говорит другой как бы порядок один говорит немного посплю а потом немного подремлю есть люди которые они вот они думают но чего еще как бы чем заняться убить время так я подремлю лежат еще дремлю то потом немного просто по полежать вот так вот руки скрестить поплевать подалон до подумать еще тогда и тут он говорит начинается все точно также по чуть-чуть и придет как путник бедность начале приходит бедность то есть тут чуть чуть меньше заработал там а потом есть следующая стадия бедности когда уже не хватает максор это когда нужно нечего кушать и тут ты уже это чем он как в рабство попадает то есть ты уже тут не можешь но ты уже не выбираешь что тебе делать ты уже должен ну чтобы прокормиться за любую браться работу все то есть это очень такой порядок который в жизни в жизни часто встречается дальше дальше он говорит царь соломон двенадцатый отрывок потом приходит человека какой-то нехороший человек приходит и значит начинает в этом случае когда не хватает помните царь соломон он молился богу он говорил что не делай меня с бедом и не делай богатым буду бедным вынужден буду украсть буду богатым забуду о том кто мне все дал то есть буду думать что все сам себе сделал когда человек бедный когда у него пришел ему не хватает здесь он тоже говорит кстати интересно что то есть ситуации не в этой главе там другой была главе очень красивая такая очень красиво у него было такое выражение что человек аль такир по ним он говорит не лицеприятствую не говоря знаю человека потому что когда нет хлеба так ну любой человек может но совершенно измениться в ситуации когда у него нет но нет денег ты его знал он был хороший человек у него все было нормально но когда ему надо прокормить семью или когда ему нечего кушать то он ну сделает все что угодно теперь значит и в ситуации когда у человека нет денег то приходит к нему очень часто какие-то предложения которые незаконны на которые он бы не согласился бы если бы у него было все нормально если бы он не ленился но идет следующая стадия он уже нарушает закон нарушает закон уже дальше могут быть большими приятности значит ну и дальше он пишет что это плохо к чему это приводит то есть он все время нам показывает как она все работает дальше семнадцатый отрывок он говорит такую очень вещь интересного есть 6 он говорит вещей которые бог ненавидит и 7 она для бога самой мерзости прям так написано это 16 отрыва 17 отрыва какая такие вещи он бог ненавидит 1 иная мрамор высокомерно когда человек становится высокомерным глаза поднял он выше всех это бог не любит таких значит лошон шейкер когда человек начинает обманывать обманщиков и это идет она одно за другое цепляется тот кто высокомерный он может уже и обманывать ему теперь выедаем шовход давноки и руки которые проливают чистую кровь то есть дальше человек который высокомерные обманщик то уже непонятно в каком мире он живет он дальше может уже ну дальше уже она идет как бы по наклонной ну дальше там лев крыш матч вот а в сердце которое замышляет разные разные там комбины грешные как ну же все что плохое там роглайм мемород для руслера и ноги которые бегут к уже к преступлению то есть есть очень интересный такой как закон тоже закономерность глаза видят сердце хочет руки-ноги делают да уже то есть у человека вначале он цепляется глазами за что-то запрещенное потом он начинает про это думать а так всевышний сделал мир что запрещенные вещи они более привлекательные чем не чем мы хорошие то есть он специально так сделал чтобы было честно потому что если бы было это и хорошее привлекательное а то плохое еще и не привлекательно то кто выбирал бы плохое а он сделал так плохое она тебя тянет хорошая ты должен напрячься идти на шахарит там ну в общем да по победе значит хорошо и здесь есть еще один отрывок который очень известный один из самых известных вообще отрывков из мишлей это в 6 главе 23 отрывок он очень известные значит наверняка вы его слышали на иврите он так звучит кинер митсва что заповедь она как свеча в это раор который это как свет в дырах хаим путь жизни то как от мусара путь жизни это нравственные увещевания значит как она работает вот есть заповедь и она как свеча говорится и сам вот мы например делаем заповедь помолили шахарит как помолиться шахарит ты перешел на молитву ты в отдел филин это сделал действие ты открыл книгу сказал шма и это как все что ты делаешь телом своим ты каждое действие заповеди ты туда вкладываешь энергию как свеча горит должен быть обязательно фитиль масло то есть и свет в принципе небольшой но ты делаешь заповеди ты все время как бы зажигаешь заново эту свечу как раньше машины были когда вот это вот ручка надо было открутить чтобы искру дать и а значит вот так вот мы производим эти заповеди теперь тора вот мы сейчас получили тору запомнил там чек отрывок и тогда кинер митсва значит заповедь как свеча тора это свет путь жизни нравственные увещевания дырахаим только под мусар если он уже запомнил эту тору то она у него в голове уже навсегда засела и она как лампочка которая светит без остановки поэтому тора это ор причем тора это такой свет который идет от всевышнего то есть как бог нам дал тору это его как бы мысли то есть каждое слово торы каждая там шма и строя это всевышний нам сказал машара бена нам передала сказал это нам всевышний и когда эти слова у нас в голове и мы их думаем вспоминаем и даже когда мы их не вспоминаем они-то внутри находятся слова тора которые мы выучили они навечно остаются с нами и поэтому он говорит вот в этом разница между заповедью которую ты делаешь телом и она каждая заповедь есть такое как в хасидуте в каббале понятия что заповеди это как одежда для души то есть ты создаешь каждой заповедью ты создаешь себе как одежду как в которой ты потом будешь жить есть душа как бы это как свет теперь душа пришла в этот мир в этом мире она одета в такое тело которое ну как как животное такое как обезьяна да ну в общем там если посмотреть сзади там издалека похоже на этих нибудь горел но что значит но мы своими когда мы делаем заповеди у не то мы создаем себе как бы одежду для души то есть мы себе создаем там на небе как бы свой свою голограмму и потом когда ты из этого мира уходит что ты уходишь в то тело которое ты создал себе заповедями и получается что это как работа такая как ну как одежда теперь но таро таро это свет которые которые мысли кто я я это тот кто думает то есть ну вот когда мы все время чеку думает заур думает свое я думаю своем там каждый думает свое правильно за волон думает свое а себе думает о детях думает о жизни думает оторе думаю то шахариты думаю ну то есть мы все время думаем значит получается что человек это его мысли как бы по большому счету что мы все отличаемся именно мыслями в основном перри если ты берешь и говоришь я я я Я еврей. А что значит я еврей? Это значит, что я учу Тору. Это значит, что как первая фраза, которую ребенку надо говорить, это Торо приказал нам Моше марашаки латиаков. То есть мы иудим, и то, что мы как бы, ну, наше основное отличие от всех, и самая важная вещь, это то, что мы учим Тору. Вот это иудин настоящий, да? Потому что еврей, который отходит от Торы, еще максимум три поколения, и нету иудин, нету, то есть он исчезает. Или наоборот, берется человек, который вообще к евреям не имеет отношения, потом он начинает учить Тору, потом он говорит, я хочу быть евреем, потом он приходит, делает ги-юр, и оп, он иудин, его дети Шмай, Автальон могут быть главами в еврейском народе. Были у нас мудрецы, которые были в Нейдерим, Раби Акива, он Бен Дерим, он был сын принявших иудаизм. Анкелос, Анкелос мы учим Тору все время, это торгум Анкелоса. Анкелос был из семьи римского императора, он был римлянием. То есть мы видим, что по-настоящему иудеи, и евреи, это Тора. И если, чем больше у тебя есть Тора, тем больше света. Теперь, что такое путь жизни, то хокот мусар. Что такое путь жизни, то хокот мусар. Мусар, само слово, оно состоит из двух слов. Есть лиясер, это страдание. И маасар, это тюрьма. Есть маасар, как в Израиле, берут человека в маасар, это берут его в тюрьму. Теперь мусар переводят на русский, мне очень понравилось, вот на русском нет красивого перевода, а на английском я когда-то видел перевод мал-бима. И перевели так, морал-дисциплин, моральная дисциплина. То есть человек, у него есть разные желания, все. Но он может, или он сам себя берет в маасар, он говорит, нет, я должен действовать по Торе, вот заповеди, вот Тора, вот метод, хорошее качество, все. Или если он не хочет, а Всевышний этому учили сейчас в недельной главе, написано так, как папа своего сына делает ему мусар, вот такой маасар, это его воспитывает. Так нас ловил чай, давай. Да, да, так Бог на нас не асэ, то есть он нас, Бог страданиями, он нас толкает. И написано тоже, что царь Шломо говорил, что тот, кого Бог любит, он тому дает страдания. Что же это значит? Почему это, кого он любит, он ему дает страдания? Потому что, как папа, видит, сын идет в неправильном направлении, он его хочет вернуть обратно, а если папе все равно, ну, говорит, а делай там, что хочешь, ну, или чужой, ну, кто-то. Точно так же Всевышний, он, если он дает страдания, он что-то хочет показать. Есть в Брахот, начинается в Брахот, написано, если Исурим, если страдания пришли к человеку, и Фашфеш Бумасав проверит свои дела. То есть, это Всевышний тебя отдает, тебе сигнал, что где-то что-то не так. Теперь, значит, Фишфеш проверил он свои дела, в нем отца не нашел, это значит, что мало учил Тора. Значит, он не знает, где он ошибся, где он сделал не так, думает, я сделал правильно, а оказывается, он делал совсем неправильно. Все, поэтому этот посол очень важный, что Всевышний толкает к Торе через страдания, если ты эти сигналы принимаешь, начинаешь учить Тору, зажигаешь свечу, заповедь свеча, Тора Свет, она тебя освещает жизненный путь, и ты идешь по пути дорога жизни, Хаим в иврите, слово жизнь, оно только есть во множественном числе. Вот на лайф, там на английском, или там жизнь на русском, это одно слово, ну единственное число, да. А в иврите нету жизни, есть жизни, Хаим, и есть поэтому множественное число. Почему? Есть у тебя жизнь в материальном мире, есть жизнь в духовном мире, Хаим, у нас нет одной жизни, есть две жизни. И Тора, она нас толкает, иногда ты тут получаешь страдания, но для того, чтобы выйти к духовной жизни, вечной, потому что здесь-то все равно материальная, она временная, а там это вечная, поэтому иногда бывает, что Всевышний вынужден давать нам страдания, для того, чтобы мы пришли к Торе, которая нас спасет в период больших бедствий, чтобы была браха ва снахау, всех хороших, добрых людей, которые любят Всевышнего, чтобы все, кто пока не знают про Всевышнего, узнали, и справились, и стали хорошими, добрыми, честно. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое.